Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать, как определить, что маточный куст в пеларгонии или геране пора заменить. На примере своих растений я покажу, какие растения можно оставлять на следующий год, а какие нет. Чтобы понять, стоит ли маточник оставлять, полноценно ли он развивается или не полноценно, достаточно его вот так вот обрезать, оставить пенек 5-10 см. Вот у меня тут 5 см. Вот у меня тоже обрезан, видите, тоже маленький пенечек. Вот у меня обрезан кустик. Тут побольше, где-то 7 см. Ну и вот тут я побольше тоже оставляла. То есть разные пеньки. И давайте поговорим о том, какое растение не перспективное, какое растение стоит заменить. Иногда некоторые коллекционеры присылают черенки уже с одременевшим стволом. И они присылают маточники, которые уже отжили свое. И такие растения, как правило, медленно растут, мало дают черенков, мало вообще что-либо дают, плохо цветут. Ну вот, например, я брала маточное растение, которое 3 года. Это был пышный, красивый кустик, конечно, он цвел. Я его специально брала для того, чтобы обрезать. У меня этот сорт есть, я просто брала его, чтобы потом на продажу выставить. Вот я его обрезала, оставила 2 пенька. И что мы имеем? Обрезала я его в феврале. Вот видите, старый маточник. И новые боковые побеги у него практически не растут. Я его подкармивала всякими разными удобрениями, стимуляторами, что-то на него брызгала. Но он, видите, старый куст, которому 3 года, он исчерпал свои ресурсы и больше не хочет расти. Сейчас я доращу вот эти вот боковые побеги, сниму их, отломаю и с этим кустиком распрощаюсь. То есть я никогда старые маточники под новыми черенками не продаю. Для меня самое важное, чтобы получить полноценное свежее растение. Молодое. Чтобы оно вас радовало еще несколько лет. Вот это вот куст. Вот видите, 3 года ему. Может, конечно, владелец этого куста соврала, и может, ему и больше. Но в целом вот так. Есть у меня еще вот такой вот экземляр. Ему нет еще и года. Наверное, месяцев 7. И видите, он после обрезки одну часть немного засушил. И тут вот вылез один боковой побег. Такое растение я тоже не буду сохранять. То есть я дождусь, когда боковой побег вырастет. Я его сниму на черенок. И от вот этого ствола, маточника, я уже избавлюсь. То есть у меня, ну, если вы хотите полноценное, здоровое, пышное цветение, то лучше собирать молодые черенки у растений. Тогда они пышные, хорошо цветут, реагируют на удобрения, хорошо растут, цветут. Ну вот так вот. Давайте покажу, если вы обрезали, как правильно должен расти у нас куст хороший. Вот видите. Раз, два, три, четыре. Вот видите, стволик 5 сантиметров. И как много боковых побегов с него лезет. Вот это идеальный, идеальный такой маточник. Это вот буквально выросло за 5 дней. Недавно я его обрезала. И вот такая красота у нас за 5 дней. Вот это вот говорит о том, что куст еще полноценно будет расти. То есть вы видите перспективность. Обрезались два куста в один день. У одного один боковой побег, у другого 7 боковых побегов выросло. То есть сразу понятно, что вот этот именно сорт, кустик, будет расти полноценно и долго. Будет очень пышный и красивый. Достаточно хорошо цвести. Давайте я вам покажу растение, которому больше года. Тут видите, и ствол покрупнее. Обрезался тоже в этот день. Я его тут обломила. И тем не менее, видите, у него боковые побеги. Тоже хорошо развивается. Ствол одревенел. Но тем не менее, боковые побеги у него лезут. Видите, маленький. Фокусируем. Вот, вот маленький. Даже на таком одревеневшем стволе очень много у нас лезет боковых маленьких побегов. То есть они пробиваются через этот древенелый ствол. Это у меня херма. Я ее еще раз обрезала. Очень она у меня вытянулась. Мне хотелось кустик побольше и попышнее. Сейчас у нее будет больше боковых побегов, и она будет красивая. А это у нас молодой кустик. Тоже видите. Я его чуть повыше обрезала. Это у меня спорт. Поэтому я как-то не стремилась к черенков. Но я его просто слегка так подрезала. И вот видите, у него тоже боковые побеги. Раз, два, три, четыре. То есть, пять тоже перспективный куст, который в будущем даст хороший пышный куст и цветение. Ну, если кратко. Когда мы оставляем маточники? Ну, то есть, или когда заменить растение на новое? Если у вас вот после обрезки куст хорошо растет, развивается активно зелень и боковые побеги, то вы этот кустик оставляете. Если у вас имеется вот такой вот, то есть, стволик и один и два боковых побега, ну, или вот как вот здесь мы имеем. Также эти боковые побеги медленно и плохо растут, плохо пробиваются через этот дровенелый ствол, то такой кустик мы заменяем. А заменяем так, что мы его просто, вот эти боковые побеги, мы снимаем, укореняем и получаем новое молодое растение, которому нет и одного года. Оно намного быстрее будет развиваться. Также эти черенки, даже это не черенки, а обрезанные маточники, можно подкармливать активно удобрениями для стимуляции корневой системы, например, фосфором. Также стимуляторами с азотным составом, когда азот будет стимулировать активно зеленую массу, то есть, у вас будут активно развиваться боковые побеги, сами листочки будут активно лезть и кустик будет пышнее. То есть, чем больше будет азота, тем у вас активнее будет пробиваться вот через этот дровенелый ствол боковые побеги. Я свои растения подкормила осмокотом на 8-9 месяцев, некоторые на 5-6, некоторые на 8-9, потому что у меня большая коллекция, и мне довольно сложно постоянно их удобрять, разводить эти удобрения. Поэтому я вот сейчас тестирую новые удобрения и обязательно вам о них попозже расскажу. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Всегда с вами Елена.